Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Мама. 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 Белорусам привалило счастье пять выходных подряд. Ну и поехали кто куда. Кто в деревню картошку сажать, кто за границу развеется. Я считаю, главное – это поглядеть в мир. Соответственно, и Радуница день поминовения предков растянулась почти на неделю. В этом году на кладбищах на Радуницу не было обычного скопления машин и людей. А тут еще и ливень. В традициях нашего храма, опять-таки, невзирая на погодные условия, совершать крестный ход и христосоваться со всеми теми. Мы идем с ними христосуемся и возвещаем им радость светлого Христового воскресения. Радуница – единственный день в году, когда можно запросто попасть в Чернобыльскую зону. Правда, только для посещения кладбищ. После катастрофы на АЭС сотни деревень оказались безлюдными. Но могилы остались. В этот день их посещают около 20 тысяч человек. Мы родились здесь в школу, закончили. Поэтому тянет душа сюда, тянет. Здесь до сих пор высокая радиация. Шлагбаум открыт до пяти вечера. Быстренько прибрать могилки и домой. Ну а если кто задумает поиграть в прятки с государством, того и найдут специальные милицейские патрули. А потом еще и оштрафуют до 50 базовых. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. День Победы в этом году получился особенным. Впервые не было шествия ветеранов. Силы уже не те. Самому молодому фронтовику 92 года. Всего же в Белоруссии проживают 6250 ветеранов Великой Отечественной. А еще пять лет назад в живых было больше 20 тысяч. Ветераны расположились на трибунах и наблюдали за церемонией. Первой к монументу Победы подошла семья президента. Александр Лукашенко и сыновья возложили венок и цветы. Ведь главный урок Великой Победы в том, что за мир нужно бороться. Особенно в наши дни идет усиление военного присутствия на наших рубежах. Перечеркнут договор о ракетах средней и малой дальности. А вот внутренней стабильности Синеокой убежден Лукашенко, никто и ничто не угрожает. Мы пережили все. Нас невозможно наклонить и свергнуть, как сегодня это происходит в Венесуэле. У нас нет больше никакой опасности, кроме нашей экономики. А экономика – это опять мы. А еще Россия, добавим от себя. Кстати о России. Александр Лукашенко растолковал, почему не полетел на День Победы в Москву. Во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву. Во-вторых, даже если бы пригласили, тут сложно было бы нам как-то развести эти мероприятия. Я не могу пропустить подобное мероприятие. Если бы я не появился на этом мероприятии, у вас бы было ко мне масса вопросов. Даже у вас, людей, сведущих в проблемах политики и прочее. Ну а что люди бы сказали белорусам? То есть 9 мая – это праздник всех. И прежде всего белорусов. Так что, заключил Лукашенко, это в Минске должны собираться главы государств. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Очередная битва в борьбе с коррупцией. Александр Лукашенко подписал декрет о дополнительных мерах по борьбе с ней. Осужденные по коррупционным статьям лишаются права на условно-досрочное освобождение. И вновь продолжается бой. В 2018 году было выявлено 2500 коррупционных преступлений. Это на треть больше, чем годом ранее. Ущерб оценивается в 20 миллионов рублей. Казалось бы, вот вам и основания для ужесточения. Но есть, однако же, еще предположение. Что все дело в истории с Андреем Втюриным, заместителем госсекретаря Совета безопасности и бывшим главным охранником Лукашенко. Втюрин попался на взятки почти в 150 тысяч долларов. Если бы он был вот у меня вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником службы безопасности. Уже тогда к нему были вопросы. Но парень молодой, хорошая сторона была, как у человека. Не все было плохо. У меня были определенные подозрения. Ему был представлен шанс, что заместитель госсекретаря – это должность плохая для военного человека. Да мечтать любой может об этой должности. Вот-то крокировочка. Человека, которого президент подозревает в нечистоплотности, президент же назначает в Совет безопасности. Кладезь государственных секретов. На этом фоне начали муссироваться слухи о шпионском заговоре. Я недавно прочитал, что с бывшим послом связали с Мишей Бабичем. Слушайте, этот человек попал в поле зрения правоохранительных органов. Посмотрите, когда я его перевел в госсекретариат. Его взяли с поличным. 150 тысяч долларов в очередной раз россияне привезли ему, передали. Поэтому это не имеет никакого отношения к тому, что он якобы чуть ли не агентом был посла России. И еще одно антикоррупционное ноу-хау Лукашенко. Белорусский президент признался, что дает чиновникам земельные участки, чтобы чиновники не воровали. Как видим, не помогает. Тюрин и коттедж в Дроздах построил и от взяток не отказывался. Ну хочешь? Жигули. Ты представляешь, такой маленький, а уже Жигули. К новостям спорта. До открытия европейских игр больше месяца, но можно считать, что они уже стартовали. На стадионе «Динамо» в присутствии 20 тысяч зрителей прошел музыкальный брайт-фестиваль. А в воскресенье эстафета огня игр «Пламя мира» добралась до Бреста. Первый этап по белорусской земле пробежала олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко. Я очень рада всех видеть. Очень рада видеть, особенно столько молодежи, детей. И мне бы очень хотелось, чтобы сегодня именно в детских сердцах этот огонь зажег веру в себя, в свои силы, вселил надежду, чтобы они не боялись мечтать. Готовность к евроиграм проверил главный спортсмен. Александр Лукашенко посетил студенческую деревню. Здесь разместятся участники соревнований. Мы должны показать свое лицо, свою продукцию, свою культуру. Европейские игры для белорусских властей – важный имиджевый проект. Но аппетит, как водится, приходит во время еды. И вот уже всерьез обсуждается проведение в Синеоке чемпионата мира по футболу. Но есть одна мелочь – играть негде. Правда, китайцы обещают через пару лет построить наш национальный стадион. И тогда мы можем замахнуться на что угодно. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира? И о погоде. Неужели тепло? Если верить синоптикам, всю неделю будет около 20 градусов. И даже без дождей. Во вторник в прайм-холле выступит финская певица Тария Турунин. Со среды по субботу на Минск-арене выставка вооружения и военной техники «Миликс». В четверг на площади Якуба Колоса откроется выставочный проект «Художник и город». В этом году он посвящен творчеству двух белорусских художниц Зои Литвиновой и Зои Луцевич. В тот же день в прайм-холле пройдет финал фестиваля конкурса «Мельница моды». В пятницу во Дворце Республики выступит поющий миллионер Василий Сушко. В субботу во всех музеях страны пройдет «Ночь музеев». В тот же день в Минске автомобилисты соберутся на слет ретро-машин, а велосипедисты на карнавал «Виво-ровер». Ну а главным музыкальным событием недели станет вторничный концерт во Дворце спорта Стаса Михайлова. «Все для тебя, рассветы и туманы, для тебя моря и океаны, для тебя цветочные поляны, для тебя, лишь для тебя горят на небе звезды, для тебя безумный мир наш создан, для тебя живу я под солнцем, для тебя». Продолжение следует...